Когда что-то, как я говорю, написано там где-то в книге, но это, то написанное в книге, противоречит законам природы в виде биохимических процессов, которые мы знаем, понимаем, как они идут, то надо из своей жизни, для разумного человека, убрать не законы природы, а то, что написано там, где кто-то изменил переменную... Это как, вы имеете в Библии, или где написано? Нет, ну в Библии это про вино, это про вино. А где написано? А дело в том, что я пояснил, что... Этот момент пропустили, я не... Христианская религия на самом деле, на самом деле, то есть она абсолютно трезвая, и то, что там про вино тоже, да, там пишут, понимаете, в чем дело? В древние времена вином, во-первых, в Библии много раз говорится про вино в хорошем и в плохом смысле, и когда говорится в хорошем, что потом подтверждается на практике, это чистый виноградный сок, но когда оно перебродившее, прокисшее, то есть спирт когда-то... Да, это то вино, когда в плохом смысле, потому что, например, вот как раз вот та самая притча о Христе, когда, так сказать, он вино сотворил, и вот позвали распорядителя, управляющего свадьбой, ну это была свадьба, и его стали ругать, мол, ну что ж ты, мол, поил плохим вином, а вот сейчас принес хорошее, то, которое... Конечно, потому что тогда была традиция, ну, во-первых, опять-таки, климат, пустыня, воды была ма, и вот ставили сначала, поили хорошим, ну как гостей лучшим, это естественно, а если уж ничего не оставалось, вот было, ну выливать жалко, прокисшее стояло, и от безысходности, или там как-то еще, вот, а этот сделал наоборот, подменил, ну так сказать, вот, и его стали ругать, то есть это, я более того скажу, назаритяне, они, то есть там был вообще жесткий устав, когда запрещалось даже виноградный сок, потому что любое брожение, когда углеводы и сахара простые, все равно спирт в большей степени вырабатывается, да, и связь с Богом теряется, поэтому им запрещалось религии даже виноградный сок пить, вот, нам вот эту чушь рассказывают, так сказать, поэтому религия христианская, она абсолютно трезвая, но, так сказать, нашлись люди, которые, понятно, вот... А как вы объясните, вот, что христиане говорят, что нам разрешено пить? А я оттуда, это и пошло вранье, вот это вот все с тех времен, когда решили споить европейские народы, просто враги воспользовались тем, что произвели вот эту подмену, и об этом очень хорошо есть, вот аналитики, которые хорошенько просто разобрали и нашли, откуда, как вот это все пошло, ну, ну, например, вот молодцы ребята, они все источники, все анализ, выложили журнал «Благодарение», вот это вот, где, так сказать, в одной из номеров, четвертый, по-моему, не помню, вот про это все полностью разобрали. Значит, так что вот это... А и даже, даже потом, то, что на Руси сохранилось, даже, казалось бы, то, что переняли все-таки это вино алкогольное, но там в трепниках у священников с черным по белым прописано, что перед причастием вот этого таинства, то, что должны... Они обязаны в вино лить, если оно спиртовое, крутой кипяток, а при 65-70 спирт улетучивается. Поэтому вот даже так, а кто не льет, это вот враг, это тот предатель. Это мне всегда удивляет, такой факт, когда в церкви, даже в самом церкви, сам, сам святой, ну, как человек, который пьет вино в таком месте, в таком месте, в таком... Для нас это шок, для мужчины. Шок, я совершенно согласен, потому что, если от вина, от любого спиртосодержащей жижи, человек теряет рассудок, становится ненормальным, идиотом, убивает, насилует, что угодно, как это может быть связано вообще с Богом или с чем-то святым и высоким. Это противоречит, это противоположность. Совершенно правильно. Поэтому я говорю, вы, вот я почему всегда говорю, не важно, где что написано, если это противоречит со здравым смыслом, с совестью человеческой, а это и есть то, что вот непосредственно, то тогда это ложь, потому что это не может быть, и вы это душой чувствуете, человек. И это сейчас дилемма для христианизма. Это большая проблема, потому что сейчас люди начали изучать все разные книги. И они начали заметить противоречные пассажи. Конечно, это все ввели специально. Сейчас, как можно это объяснить? Вы говорите, что эти книги от Бога. Разве Бог может ошибаться? Не может быть. Ну, книги переписывают люди. И что они там напишут? Вот. И поэтому, знаете, я вам объясняю позицию ислам. Ислам, я как мусульман, я обязан верить в Иисус в разные эти пророки. Как в великого пророка. Пророка, да. То есть, ислам не отрицает христианин. Я не могу быть мусульманом, если я отрицаю христианин. Да, конечно. Я не могу быть мусульманом, если я отрицаю юдаизм. Потому что все мы, как мусульманы, говорим, что это от одного Бога. Мы называем его Аллавы, Бога, и евреи по-другому. Но, ислам говорит, действительно, были книги от Бога. Но эти книги были переписаны по-другому. Конечно. Была первая версия. Потом пошла другая версия, к которой адаптировали люди на свои желания, на свои перспективы. То, о чем я всю жизнь говорила, на свои задачи. Вот. Да, абсолютно правильно. То есть, в угоду правящему классу, элите правящей государственной. И это было многократно в истории. Поэтому были великие расколы той же христианской церкви. Это мы знаем, так сказать. И неоднократно. Именно по причине накопления противоречий, вот тех самых, которые идут от человека, в угоду кому-то написанные измененные постулаты, где одна часть людей чувствовала несправедливость и не готова была с ней мириться, с этим попранием, так сказать, основ, вот этих константов. А некоторые были готовы. С успехом, да, помню. Конечно. Поэтому есть, конечно, я говорю, открытая книга живой природы, которая вот нам показывает, как вот, вот почему вот эти системы самые стабильные, это вот те люди, неважно, где, которые на традициях родовых тысячи лет живут, совершенно и там есть стабильность. Правильно? Потому что передается безукоснительный уклад, как говорится, вот начиная с молока матери и до этого. Поэтому вот там самое большое уважение, так сказать, там к предкам своим, и, так сказать, вот неукоснительное соблюдение традиций. И как следствие, это обратная сторона, уже благодарность там Бога, Богов, природы, как хотите, это и продолжительность жизни высокая, так сказать, да, и здоровье до последних дней жизни и так далее. То есть вот все разумно. Это все разумно, так и должно быть. Ну, все правильно. Все правильно. Ну-ка, а вообще, то есть, чтобы вот действительно, вот если уж брать его от основ христианства, на самом деле абсолютно трезвая тоже религия. То есть это точно, это 100%. Должна. Должна. Она есть тогда. Да, да. Потому что безусловно. Потому что иначе, то есть вот все то, о чем и к чему учил тот же Иисус, да, вот той высокой, светлой, так сказать, идеи, мысли человека, ну, все, что мы знаем, и это одна сторона жизни, и алкоголь, это зло, которое он несет, это противоположная совершенно сторона. Совершенно противоположная. Поэтому, так сказать, ничего общего этого даже не может быть просто теоретически. Да. Потому что это противоречит одно другому. Да. Ну, я вот на практике с вами столкнулась, о чем мы говорим, потому что после очищения организма в какой-то момент ты идешь в церковь, ты исповедуешься. И вот вопрос причащения свиной для меня стал вот прям очень... Да, они должны соблюдать, но не соблюдают многие. Вот это момент, и поэтому, так сказать, вот тут много трагедии. Трагедии каких? Вот человек пил, но решил сохранить семью. Там он пошел, там кто-то зашился, кто-то что-то, и тут ему этот священник, в позволение сказать, наливает алкоголь, он срывается, и семья, так сказать, то есть он творит зло страшное. На кого он служит, работает, спрашивается. Вот. Поэтому... Это действительно яма. Вот человек, который зависим, малейшая сапля... И еще говорит, не может быть компромиссов совестью, не может быть компромиссов с чистейшим злом. Не может быть компромиссов. Не может быть. Конечно. Я человек сам, который никогда в жизни ни капли в рот не брал, так сказать, вот так сказать, вообще никогда, никакого, ни пива, ну, вообще ничего. что было написано в коране насчет спирта написано бог говорит я знаю что алкогол как средство имеет свои положительные свойства но это наркоз это искать но это было 1500 лет но он имеет и свои отрицательные свойства и я знаю тебя человек потому что я тебе создал я знаю что ты не можешь контролировать тебе себе в отношении спиртом и поэтому я категорично запрещаю потому что человек который действительно может пить один бокал вина или одно пиво организме наши организме разные есть человек который терпеть два пива три пива есть который терпеть не терпеть одну пиво и за рулем он может быть источником или и причиной катастрофы естественно драмы и поэтому такое слово компромисс недопустимо допустима поэтому только трезвая нормальная жизнь и это единственный вариант когда тем более воспитываешь в семье чтобы твой ребенок вырос и точно никогда не спился не стал алкоголиком только один вариант если он сохранит себе естественную природную трезвость пронесет ее с рождения до конца своих дней да вот это единственный но стопроцентный вариант что ребенок вырастет так сказать человеком который никогда никогда другого варианта нет потому что нету нету естественно вот ну вот да то есть и поэтому воспитание в семье трезвости как нормы жизни оно должно быть целенаправленно это должно быть так сказать во главе стоять угла потому что столу таскать и прочие все никогда не проклятой бутылки который является причиной трагедии несчастье горе людской быть не должен сожалению вот видите что да конечно это но да ну даже обязательно как ритуал ритуал обязательно на курсе на руси всегда были традиции на самом деле вот свадьба это родниковая вода чисто это это например когда хоронили ведь что такое когда нажираются к пипу это это глумление над памятью усопшего а не какое-то поминование даже когда вот они даже конечно были когда вот эти и даже в последнее ряд соблюдались ну тех прошлые века сказать там карту ябленики 7 вот три блюда которые провожали так сказать вот давай все и больше ничего где-то потом стали на стол там уже ставить как возвращать значит вы друг перед другом обе как размещаться дед пошло пошлости так сказать но показать себя так что показывать когда тут и пришел отдать дань последнее пескате подчасти вот памяти усопшего, ты пришел уже не есть, это чисто ритуальный это следует. А тут уже началась и алкоголь, и уже доходит до... Ну и как... Потому что такова природа этого наркотика. Человек... Страшный наркотик. Кто-то упадет мордой в салат, спать будет, кто-то драться полезет, потому что, так сказать... Кто-то начинает мацюкаться. Да. Это когда в семье собирается семья, это для нас огромное событие, это уважительная атмосфера должна сохраниться. Да, поскольку вот в компании есть и молодые люди, и старые люди, которых нужно уважать, и молодые люди, которые следят за такой пример. Если, допустим, вот у нас, я помню, когда мы обидали или ужинали с отцом, это была большая честь. И никаких даже грубостей, даже в словах, это было запрещено категорично. Вот. И только у марканцев, это везде в арабском мире, недопустимая вот такая традиция, чтобы какое-то вино или какое-то... Это представить невозможно. Да. Вот. Именно. Так же, как это было, когда вот Фёдор Григорьевич Углов, да, великий наш русский хирург, и учёный, и писатель, он описывал, что вот это аул Чинар, это Жжекистан южный, да, в горах приехали вот эти двое, ну, кого он послал своих пациентов там, ну, значит, полечиться, отдохнуть. Старейшина, ему было тогда 120 лет, вот этого рода, вот. Вот, и его один наш молодой русский, значит, парень спрашивает, скажите, там, уважаемый такой Аката, ну, к нему обращайся, а вот у нас всё вот говорят, красное вино, прочее, вот вы скажите, вот народу, как у вас, он говорит, запомни, парень, что у нас в народе говорят так, что кто пьёт вино, тот водится с шейтаном, даже никогда в жизни и не пробуй, потому что, значит, это вот всё вот, вот, и никогда. Да, то есть, и вот, понимаете, много мифов было пущено специально врагами народа для того, чтобы споить молодёжь, чтобы уничтожить, ведь государство можно расклить изнутри, а это главное оружие генное, это именно алкоголь, потому что потом летит всё, нравственность, а значит, человек и предать может, начинает семьи допредать государству, родину свою, конечно, своих родителей, вот, поэтому враги знали всегда, что это самое сильное оружие, если мусульман не взяты алкоголем, их войной, там, болезнями, то белых людей, ну, европейцев, так сказать, именно алкоголем, потому что знают, что это, так сказать, самое верное средство, и поэтому было когда-то вброшено в подсознание людей, что якобы это нормы жизни, якобы это традиции, а это ложь, и это ломали веками, веками, когда уже это вошло в подсознание, как будто это, так сказать, традиция, хотя, естественно, это противоречит даже здравому смыслу, потому что в основах человеческой жизни не лежит желание одурманиться, это ненормальное желание ненормальных людей, поэтому, когда говорят, так сказать, всякие мерзавцы, что, мол, вот, ну как же, ну вот не пьют, но вот наркотики, значит, как будто бы, как будто неужели в основе, я говорю, человеческой сущности и сути человека лежит почему-то желание обязательно одурманиться. Вот я, например, человек, у меня такого не то, что желания никогда в жизни не было, я что, идиот, я, так сказать, человек, развитый человек, да я лучше, я узнаю больше какой-то информации, я буду развиваться, я что-то, это неестественно для нормального человека, это для извращенцев, для идиотов каких-то конченных, и которые нам насаждают, что это якобы как норма жизни, это для них извращенцев может быть норма жизни, но для нормальных людей это не может быть нормой жизни никогда, ну вот поэтому вот так, ну и, да. И когда такие исторические факты всплывают, вот, я достоверность не буду говорить, но там, несколько десятков лет назад, когда Кристианин выходил на поле, есть такое слово тюря, насколько я знаю, это брался мякиш, немножечко опускался в алкоголе, давался ребенку, чтобы ребенок засыпал, но это же... Это, я вот так, это когда, это, подожди, это было тогда, когда это было там, 100 лет, 70, 50, у нас алкоголь пришел совсем недавно. Так я же об этом говорю, какой насилие, вы вообще насилие на нации, это что такое, если ты малышу, крошку, ну это же... Конечно, нет, ну это уже те, вот, это как называется выродки, то есть те, которые... Это же я не про родицы говорю, я говорю о том, что наоборот, изуродовали настолько, что ребенку... Конечно, а это лежит в основе того, что всегда то, что может есть как бы маленький ребенок, то, что является пищей, оно и для маленького ребенка является пищей, и для взрослого. Конечно. Но, когда у человека стирается эта разумная та грань, что он воспринимает то, что пищей не является как пищу, тогда он просто и естественно это экстраполирует и на ребенка, то есть как бы вот, ну по своей, знаете, генетической этой памяти, что если это съедобно, то какая разница, ребенку или... Вот откуда появляются эти страшные извращения, конечно. Вот откуда проявляются эти извращения даже некоторых групп народов Кавказа, когда вот мне тут одни раз... уже ребенку наливают и так далее, это те извращенцы, которые уничтожают генетику своего народа. А те, которые те самые, вот те долгожители, которые, так сказать, да они бы своего сына, которые родились, они бы убили его, если бы он, так сказать, там алкоголь был, потому что он предатель своего рода и, так сказать, правильно? Естественно. Вот, все правильно. И у нас, так сказать... Это все равно, что крепость духа своего вот пройдет. Нет, это просто как глумление на могилу своего, рода своего, конечно, это вот то же самое. Поэтому вот две грани, да? Две четкие грани маленького ребенка, который ему дают... И вот, казалось бы, вот народы разные, а подход ведь в основе своей ко всему совершенно одинаковый. То есть вот эти вот основополагающие, вот как говорят, только в хорошем смысле слова, потому что сейчас это уже навицательным стало вот таким синонимом вот эти, знаете, вот этой такой вот толерантности, вот это вот искоренение традиций, а на самом деле вот эти общечеловеческие, так называемые, ценности, вот что такое общечеловеческие ценности. То есть вот эти, да, те самые, настоящие. Да, да. Я просто вот, люди, которые еще не знают про спирт, про потребление спирта, когда у меня есть такая дискуссия, особенно христианин, которые еще попьют, говорят, знаете, почему исламу запретили человеку пить? Ну, представьте, беременную женщину. Раньше, как женщина могла знать, что она беременна? Да? Никак. Как только отсутствует у нее месячный. Итог. 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 А сейчас что говорит медицина и наука, что абсолютно категорично, что беременная женщина хоть одну каплю видна? Должна. Ну, понимаете, какой аргумент от Бога? Да. Это кто сказал? Кто это сказал? Как может Бог, который создал жизнь, который позволяет нам создать жизнь, зная, что спирт уничтожит? И мы видим то, что происходит от потребления этого спирта и как это вообще вяжется, если ты не шизофреник. Это никак не вяжется. То есть ты либо псих, если так считаешь, извращенец. Если оправдываешь это. Да, если ты можешь оправдать то, что ты знаешь по своей жизни, когда пьет, давит детей, там женщины, вот эти мерзавцы, выкидывают своих детей из окон. Если это ты воспринимаешь как в любых количествах, это, вот говорят, доза, это лука от лукавого. Никаких доз, никаких не может быть наркотиков. Если это есть в чистом виде погонь и зло, то, что приводит вот к тому, к деградации, вырождению, к гибели, к боли, страданию, то это не может ни в какой мере относиться никак к жизни нормального общества, нормального человека и семьи. Естественно. Ну это все? Да. То есть абсолютно. Вот, поэтому, так сказать, да, для нормального любого человека это понятно абсолютно. Поэтому, вот, дорогие друзья, если кто-то еще когда-то вдруг, ну из наших зрителей таких людей мало, но все-таки есть, новые постоянно нас слушают, кто-то еще в семье, среди знакомых, хоть грамм потребляет алкоголя, посоветуйте им от чистой души, что никогда в жизни бросить навсегда. И тот человек, который бросит эту мерзость потреблять, не важно, как называется, элитное вино за 10 тысяч долларов в бутылку или в самый поганый самогон, никогда потом об этом не пожалеет. А вот тот, кто будет продолжать пить, обязательно рано или поздно пожалеет, если он только, у него останется время помыслить на то, что он совершил когда-то непоправимую эту ошибку, убил, искалечил себя, семью, близких своих детей. Потому что если человек пьет, а не напивается, это еще более страшный преступник. Потому что он своим примером вводит в заблуждение тех людей, которые, видя пример, что вроде бы пьет и не напился, начнут пить. Он будет хотеть, как этот дядя, вроде и веселье, и выпил, и не напился, никого не убил. Но только он-то напьется и убьет или еще что-нибудь сотворит. И вот ты, тот самый дядя, будешь виновником его преступлений. Вот что это такое. Поняв это, разумный человек грамм больше не выпьет. А тем более тот, кто понимает, что именно это оружие, брошенное в нашу страну, в самое широчайшее применение, чтобы уничтожить русские народы, другие народы, чтобы стереть их с лица земли, чтобы легко и безденежно практически, да еще получается с этого прибыль, уничтожить народ и голыми руками взять его историческое богатство, достояние земли и недра. Вот что это такое. И поэтому правильно сказать и сделать вывод такой, что если я хоть грамм употребляю алкоголь, я последний Иуда конченый, я предатель своего народа, я своими же руками вношу лепту в дело уничтожения своего народа. Вот как надо к этому относиться. И по-другому неправильно, и по-другому это будет гнусный, дешевый самообман подлый, который недопустим для честного человека. Имейте это в виду, передайте всем своим знакомым и близким и с этой минуты примите для себя единственное правильное верное решение честного, порядочного человека, ни грамма в жизни принципиально больше не пить и доносить это, понимание этой проблемы до всех остальных, с кем вы будете общаться. Вот я считаю, на этом, да, можно эту часть нашей беседы закончить вот на такой ноте, я думаю, высокой, да? Высокой, конечно. Ответственными надо быть за себя и за других, и общество будет все лучше и лучше. И общество будет благодарным. Да. И счастливое общество – это несказанная роскошь. Конечно.